Здравствуйте дорогие друзья! Начнем с первого. Это что находится у нас в коробке. Обычно по-американски это называется unboxing video, то есть распаковка. Давайте отложим сотовый телефон в сторону и немножко посмотрим на коробку. Коробочка небольшая, квадратная. Вот так вот примерно выглядит. Здесь есть e-mail различные и написано для продажи в России. Это внутренняя часть коробки и внешняя часть коробки. Здесь естественно рекламные всякие картинки, мол все супер-пупер. Итак, в коробке находится непосредственно сам сотовый телефон. На нем наклеена пленочка, как вы видите. Сзади была тоже наклеена пленка, которая защищала заднюю часть и собственно камеру. Дальше. В комплекте идет сетевой адаптер. Как вы видите, сетевой адаптер без шнура. Вот. И чтобы заряжать сотовый телефон, производитель сделал так, что у нас совмещается USB кабель. На одном конце microUSB, на другом конце USB. Который у нас таким вот образом собирается. И можно заряжать либо от сети, либо подключив к компьютеру этот конец сотовый телефон, этот конец в компьютер и заряжать от компьютера. Дальше. Дальше у нас идет вот такая вот гарнитура. 3,5-миллиметровый разъемчик. Пластиковые наушники. Покрыты полностью совсем пластикой. То есть тут нет ни кусочка резины нигде. Выглядят довольно просто. Ответная часть тоже пластиковая. Не совсем понятно, где здесь ответ на звонок. Обычно здесь должна быть кнопка. Вот есть микрофон. Дальше. Присутствует вот такой вот небольшой стилус с веревочкой, чтобы можно было на сотовый телефон вешать. Больше похож, конечно, на маленький фломастер или карандашик. Вот так вот он раскрывается. Вот такой вот стилус. В принципе, довольно удобный. Защелкивается. Можно вешать на сотовый телефон. И последнее, что находится в коробке. Значит, первое – это важная информация Sony Ericsson. То есть тут всякие рекомендации, различные параметры, режимы и так далее. И так далее. То есть перед тем, как пользоваться сотовым телефоном, лучше прочитать. Это первая бумажечка. Вторая бумажечка – это гарантийный талон. Таким вот образом он выглядит. Третья бумажечка – это у нас SAR Information. Сами можете посмотреть, что это такое. То есть тут находятся различные параметры телефона SAR. И последняя бумажечка – это вот такая вот документация. Руководство по эксплуатации. Ну, как вы сами могли понять, экономили очень сильно. То есть мало того, что у нас зарядное устройство совмещается с USB кабелем, тохленькие наушники, так еще и вот такая вот бумажка с руководством пользователя. В ней находится очень мало такой вот конкретной информации. В основном все приближено к тому, что, мол, подключайте телефон, вставляйте симку и пользуйтесь. Вот. И в руководстве написано просто простейшее, то есть как фотографировать, как включить телефон. Вот. Ничего более сложного в ней не указано. Вот что было в комплекте с сотовым телефоном. К сожалению, диска с ПО тоже не было. Вот. Поэтому немножко странно. То есть все программное обеспечение придется скачивать с интернета. Вот так.